В России запустили новый федеральный проект в сфере ЖКХ. Называется он «Школа грамотного потребителя». В каждом регионе свои направления. В Чувашии, например, в школах начали проводить уроки на тему ЖКХ. В школе грамотного потребителя учитывают возраст аудитории. Пусть пока ребята далеки от темы тарифов, ценовой политики, работы управляющих компаний и ТСЖ, но разбираться во всем этом придется. И лучше пораньше. Так, для дошкольников готовится к выпуску серия тематических раскрасок на жилищную тематику и сказок про сантехника-супергероя. А для школьников находятся темы посерьезнее. В будущем наших детей видим как собственников, которые с детства уже должны понимать к своей взрослой жизни идти подготовленными именно в сфере ЖКХ. Я думаю, даже с первого класса уже детей нужно знакомить с вопросами ЖКХ, потребления, правил экономии, чтобы потом на самом деле, как в взрослой жизни, ребенок всесторонний был готов к этому. Уровень осведомленности у школьников о сфере жилищно-коммунального хозяйства разный. Кто-то о кварплате и экономии воды и энергоресурсов уже слышал от родителей. Для кого-то это открытие. Что-то новое узнало сегодня. Что надо экономить воду, электроэнергию и не рисовать на стенах. Раньше этого не знало? Нет. Меня родители давно приучили экономить свет и воду. В настоящее время рабочая группа, в которую входят координаторы федерального проекта, школа грамотного потребителя, жилищно-коммунальные инспекторы, представители Министерства строительства, Министерства образования, посещают открытые уроки. В перспективе будет разработана специальная методическая программа обучения детей по этой весьма актуальной теме. Такие занятия со временем планируется ввести во всех российских школах. Все в подъезде берегите, не шумите, не солите. Вот тогда мы спасем мой дом, всем нам нужен жизнь и он. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика.